ЛЕКЦИЯ НОМЕР 4 ПРО КОНЕЧНЫЕ ПОЛЯ Итак, все с нами, да? Все наблюдают, все смотрят. Итак, еще раз хочу подчеркнуть, это важно и для дальнейшего, что в любой группе G и для любого элемента G из G вот этот вот ряд Е, G, G квадрат, G в кубе и так далее, где вот эти степени, степени это значит G на G на G, то есть это композиция самих с собой, которая из-за ассоциативности определена. А, заметьте, в этих октавах, да, которые после, октавы Кэрри, которые идут после квадратнионов, там уже нет понятия, там нет ассоциативности, но там все-таки степени определены, то есть любые выражения с двумя октавами, как бы двумя, вот если три написать А на Б на С, если из этих А, Б, С только два различных, то ассоциативность будет верна. Но это уже такие деликатесы. Пока у нас обычная группа, в группе, естественно, есть ассоциативность, значит, есть степени. Так вот, на самом деле, будет идти до какого-то К минус первой, и они все будут совершенно разные в группе и не равны друг другу. А вот следующий уже будет равен Е. Это для элементов конечного порядка. Для элементов конечного порядка. Ну, давайте так, у нас вообще пока бесконечных, как бы, групп нет, мы все, у нас все тут конечное, да, в нашем курсе, лекции, поэтому для любого элемента в конечной группе это верно. Ну, вот и я, как бы, объяснил почему, потому что до этого не может быть равенства, если бы было до этого равенства, мы бы сдвинулись на несколько позиций назад, и оказалось бы, что на самом деле какой-то предыдущий уже равен Е. Поэтому для любого элемента вот это вот происходит. Ну, и что важно нам для дальнейшего, что дальше они будут идти по кругу. То есть, вот это вот, он же в кат, и он же Е. А этот Ж в каплю с первой, он же Ж. А Ж в каплю с второй, он же Ж квадрат. А, например, Ж в минус первой, который обратный к Ж, будет тоже понятно, чему равен. Он равен Ж в К минус первой. То есть, вот так вот, как бы, это будет по циклу, по кругу. Е, Ж, так далее, Ж в К минус первой, это Ж в катой. И просто будет наматываться в обе стороны на этот круг, таким образом, что Ж в Эльтой равно Ж в Эстой тогда и только тогда, когда Эль минус С делится на К. Вот, в частности, в частности, будет всегда, что, в частности, Ж в Эстой равно Е тогда и только тогда, когда С делится на К, в ту и в другую сторону. Эта информация про любую группу нам потребуется, когда мы будем исследовать мультипликативную группу поля. Хорошо, а вот в этой группе, да, как это, вот это доказывается по логичному принципу, что с единицей? Вот это доказывается ровно так же, что если Ж в Эльтой равно Ж в степени Эль плюс там С, то это что такое? Это Ж в Эльтой, композиция Ж в С этой. Ну и я сокращаю, то есть я домножаю на Ж в минус Эльтой, Ж в Эльтой в минус первой, обе части. То есть доказывается ровно так, как вот сейчас мы, вот. И тут вот неважно, где расставить эти вот знаки композиции, как расставить скобки. Я могу вот так расставить скобки. Тогда здесь будет Е, а здесь Ж в степени С. То есть сокращение, происходит сокращение. В любой группе всегда можно сокращать. И именно в силу этого и происходит что? Вот зацикливание и все. Потом пошло по кругу. А до этого все разные. А что такое Е? Е это единичный, нейтральный элемент группы. То есть тот, который при умножении на любую группу... Типа ты ноль. Не-не-не-не, это у нас ноль в этой. Вот здесь это я сказал про любую вообще группу, вообще любую, как бы с какой-то операцией. Там вот список аксиом был. Если речь идет о поле П и сложении, то Е это ноль, да. Правильно. То есть если наше поле вместе с операцией сложения, Е будет равно нулю. Но если поле, ну, за вычетом нуля, П со звездой, это П, из которого выкинули ноль. И вот если я рассмотрел вот такую группу, группу, это тоже группа по аксиомам поля, это должна быть группа, но по умножению. То в ней Е это единица. Поле, да. То есть это... Поле сложная штука. В нем живет две группы одновременно. В нем живет группа по сложению, и в нем живет группа по умножению. И вот до сих пор мы говорили про группу по сложению, и оказалось, ну, как бы, что рассматривая единицу, ну, вот, как и вот это вот для произвольной группы, у нас вот это утверждение, да, что до какого-то момента они все различны. А потом сразу ноль. Ну, вот, собственно, мне осталось доказать, что вот этот вот момент, он простой обязательно. И вот доказать то, что он простой, уже можно только с учетом того, что это именно поле, и что кроме операции сложения, на самом деле еще есть операция умножения. И как же я это докажу? На самом деле это уже говорилось. Кто скажет слух? Множите, разложите. Конечно, конечно. Если P было бы непростым, то тогда вот эта вот сумма раскладывалась бы в произведение. Если P равно A умножить на B, то сумма P простых, ой, P единиц, равна сумме A единиц умножить на сумму B единиц из-за вот этой аксиомы дистрибутивности. А, то есть, если сумму единиц умножаем на сумму единиц, получаем сумму единиц, то есть типа A, все понятно. Да, и если, соответственно, если они обе не равны нулю были, они не равны нулю по условию, до этого, это до этого P, то и произведение не должно быть равно нулю. Поэтому это противоречит тому, что P непростое. P не может быть непростым, P может быть только простым. Вот такое вот особенное свойство простых выяснилось, когда люди догадались до конечных полей. Что еще и вот эта вот, как бы эта сумма для конечного поля, это всегда, она закончится именно на простом количестве единиц. Простое количество единиц в сумме даст ноль. Ну, хорошо, не, ну, давай, ну, хорошо, почему здесь существует такое, что вот произведение вот двух, ну, вот этих двух скобок равно нулю, почему это не поле? Ну, что тут, какие тут противоречия могут вообще возникать? Противоречие такое, вот эти две суммы, они гораздо раньше были, вот где-то здесь, потому что мы разложили на множители, да, число P. Значит, все эти обе суммы были в предыдущие моменты. А в предыдущие моменты они не нулевые, они все здесь разные. А два не нулевых элемента... Вопрос был вроде о том, зачем здесь поле? Ну, поле, потому что умножение здесь есть. Да, не только умножение, еще чтобы вот это произведение не могло быть равно нулю, потому что каждый из них не ноль, и в поле это означает, что и произведение не ноль. В кольце это не означает ничего, а в поле это означает, что произведение не равно нулю. Поэтому не могло оказаться так, что это непростое число, что впервые нулем была равна непростая сумма единиц. Иначе бы мы разложили ее в произведение двух более равных сумм единиц, более ранних, а две более ранние суммы единиц не равны нулю. Значит, и произведение не должно быть равно нулю. Противоречие. Значит, вы простое число. Можете повторить? Давайте я оставлю для осознания. Хорошо. В принципе, я это могу, думаю, самоосознать. Просто да-да-да. Я думаю, что еще один раз пересмотреть, и все будет понятно. То есть суть в том, что я могу умножить вот эти две группы. Так, а вот теперь смотрите. Фокус-мокус. Хотите фокус-мокус? Да. Берем любой, любой элемент поля. Пусть А принадлежит нашему конечному полю П. Тогда А плюс А плюс так далее плюс А П раз равно А скобка открывается. Дистрибутивность. Продолжайте. Ноль. Ноль. Да. Потому что А умножить на ноль. То есть ноль. Поэтому ПТ кратное любого элемента нашего поля вот этой вот характеристики П будет равно нулю. Но это она и характеристика. Она обнуляет все. Она обнуляет любой элемент. Если сложить П раз с самого с собой любой элемент конечного поля, все равно будет ноль. Вот так. А если если Л меньше П, то вот это выражение наоборот нулю не равно. Вот это выражение надо понимать только как сумму Л раз по А. Потому что никак иначе мы не умеем умножать натуральные числа. Ну вообще какие-то мы не можем умножать обычные числа на элементы поля. Мы должны объяснить, что это означает. Но для натуральных чисел мы можем умножить. Для натуральных чисел это понятно, что такое. Это просто мы взяли сумму в соответствующем количестве раз. Вот. И тогда соответственно это А умножить на 1 плюс так далее плюс 1 Л раз. И вот это не равно нулю, если конечно А само не равно нулю. То есть если мы взяли не нулевой, ну нулевой элемент понятно он не будет давать всегда ноль. А если взяли не нулевой, то он не даст ноль раньше, чем на П этом шаге. Потому что все по тому же свойству. В поле не бывает делителей нуля. Не может быть что. То есть раньше мы доказывали, что на П этом шаге будет и сумма единицы равна нулю. Да. А теперь мы доказываем, что если мы нашли такое П для единицы, то оно годится для всех остальных чисел поля, что все числа поля в сумме сами с собой до этого П никогда не равны нулю. А после того, как П раз, обязательно равны нулю. есть контакт? Вроде не в номер. Ага. Ну вот, теперь продолжаем исследование. Продолжаем исследование. Значит, все наши теоремы про многочлены, а именно степени складываются, можно делить с остатком, если многочлен имеет корень, то делится на х минус это число, и если имеет целый ряд корней, то делится на произведение вот этих вот линейных множителей. Все это верно для конечных полей, так же, как и вообще для любых полей. Все эти свойства верны, и разложение на множители единственное, и деление с остатком, и вот эти все дела. То есть многочлены с коэффициентами в любом конечном поле ведут себя ровно так же, как многочлены с коэффициентами в поле остатков. Важно именно, что это поле, а не кольцо. Из-за возможности делить элементы поля друг на друга возникает нормальное поведение многочленов. Так вот, сейчас я буду, в частности, в частности, в частности, что мне важно? Что для любого многочлена f от x с коэффициентами в нашем поле, где a n, a n минус 1 и так далее, a 1, a 0 принадлежат p, количество корней продолжайте. Не больше степени. mn. Да. Не больше степени многочлена f. Мы же это доказали в прошлой лекции. Да, 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 я просто напоминаю. Я доказал для любого поля, фактически. То есть, я там использовал только свойства, что нет делителей нуля, и все. Поэтому это верно. Это, на самом деле, даже верно для любого кольца, в котором нет делителей нуля, потому что я использовал только это, что нет делителей нуля. Вот. Но, значит, мне это потребуется только в поле. Так, что я теперь хочу сделать? Я хочу посчитать количество элементов в нашем поле. Посчитать. Ну, во-первых, я уже знаю, что в поле лежат фактически остатки от деления на p. То есть, вот это вот лежит там, ну, в неком специфическом виде, да, оно лежит в поле p в форме такой, запечатанный в холодильник форме. То есть, это 0, 1, 1 плюс 1 и так далее, 1 плюс плюс 1. То есть, вот эти вот, вот эти вот p чисел, они все различные, они образуют поле в силу того, что мы в конце той лекции доказывали. И это поле, оно фактически то же самое, оно, говорят, изоморфное, да. Изоморфно просто вот этому. Ну, то есть, оно повторяет. Внутри поля p есть экземпляр вот такого вот поля остатков. Так же, как, помните, что было вот в этом z от i по модулю 3, в нем лежало z по модулю 3 в виде вот этой вот как бы минус 1, 0, 1, а дальше там было минус 1 плюс i и 1 плюс i, остальные лежали. Вот, минус 1 минус i, минус i, 1 минус i. Вот в этом, значит, вот лежало вот это, вот оно тут, z по 3, это вот это. И оно лежало тут. Так вот, всегда будет лежать, как мы доказали, всегда будет лежать вот такое. А теперь смотрите. Если это все, что лежит в поле p, тогда нечего было городить огород. Это просто поле остатков, и мы про него все знаем. А вот если не все, если альфа принадлежит поле p, но не равно одному из вот этих сумм единис, то есть не равно сумме единиц не принадлежит z по p, то я утверждаю, что все выражения вида, вида, смотрите, какого, 1 плюс так далее и плюс 1 сколько-то раз, плюс альфа умножить на 1 плюс так далее и плюс 1 еще сколько-то раз. Тут k, тут l. Вот, все такие выражения различны. Ну, это то же самое, что я написал там, k плюс l альфа, где, соответственно, k и l лежат в z по p, то есть по модулю p. Если, конечно, я прибавил k p единиц, то это будет то же самое выражение, естественно, потому что я фактически прибавил 0. Но если именно я взял остатки, остатки, то все такие выражения будут различны. Внутри нашего поля p все выражения вида различны. Так, понятно ли это утверждение, не доказательство его, а утверждение само? Утверждение понятно. Отлично, тогда доказательство. Пусть нет. нет. То есть какой-то там k1 плюс l1 альфа оказался равен k2 плюс l2 альфа. значит, если l1 равно l2, то сокращаем просто на эту часть и получаем k1 равно k2. То есть это один и тот же, одно и то же выражение. то есть первое, как бы, первый простой случай, если вот эти льки совпадают, сейчас вы будете узнавать что-то из курса Максима, да, Жуковского по линейной алгебре. Вот если вот эти льки совпадают, Максим, да, ведет по линейной алгебре? Нет. Нет? Кто ведет? Ну, Брагин вроде. А? Брагин вроде. А, да, значит, я перепутал. В общем, вот там, где линейная алгебра, там у вас... Максим идет перкаляться, где тоже есть линейная алгебра. Тоже есть линейная алгебра. Понятно. Ну, видите, на самом деле, я строю бази сейчас. Если честно, я просто тупо строю... Я тупо строю базис вот этого поля как линейного пространства над вот этим, и все. Я повторяю, на самом деле, ту работу, которую вы в сущности уже проделали. Я мог бы сразу ввести базис и сказать, рассмотрим какой-нибудь базис. Но давайте я еще раз, чтобы было четко видно, что происходит. Если эти два элемента равны, то на это сокращается и остается, что эти два тоже должны быть равны. Но тогда никакое, как бы, понятно, что они изначально, эти два выражения, были просто одинаковые. Вот. Поэтому интересный случай только, что L1 не равно L2. И что же мы тогда сделаем? Как вы думаете? Кто скажет, что? Как поступим? Выразим альфа через то и поймем, что оно в поле. Да! Что оно в маленьком поле. В том. То есть запишем тогда L1 минус L2. Вмножить на альфа равно K2 минус K1. Это то же самое, что здесь. Но теперь можно поделить, потому что знаменатель не равен нулю, так как они различные. Но поделить мы всегда можем в маленьком поле. Мы всегда можем найти... Да, результат деления. Единственный, как мы устанавливали на тех лекциях, всегда в полях. А так как он существует в этом маленьком поле, соответственно, раз он единственный, то он вот из него и будет найден. То есть результат деления лежит в маленьком поле. Мы в маленьком поле можем поделить? Значит, этот альфа лежит в маленьком поле. Но это противоречит. Вот тут непонятно. А вот если К1 минус К2 или 1 минус Л2 будет не целое число. Не-не-не, а это же изначально, это остатки по модулю П. Это просто остатки по модулю П, поэтому разница всегда лежит тоже в этих остатках. И если остаток не нулевой получается, то есть если разница не равна, если они не равны, то это не нулевое, на него можно поделить всегда. Поделить с помощью вот этих всех решений уравнений МХ плюс НУ равно 1. Ну, так как мы всегда вот в остатках делим, мы поделим, найдем остаток, который, значит, является отношением этих двух. И, значит, это неправильно было предположение, что альфа не лежит в ZP. На самом деле лежит. То есть, нет, непонятно, почему К1 минус К2 на Л1 минус Л2 будет целым числом? Не целым, а остатком. Потому что это поле. Это отношение... Мы находим обратный к Л1 минус Л2, а потом домножаем на него. А если К1 минус К2 поделится на Ц на Л1 минус Л2, это будет нулем? Да нет. Дело в том, что это деление остатков. Это деление остатков. Ну, скажем, что такое 3 седьмых в Z по 19? Ну, это ровно то же самое, да? 3 седьмых. 3 седьмых – это не дробь, это 3 умножить на 11. Потому что 7 и 11 – единица. 7 умножить на 11 – это единица по модулю 19. Это же 77, а 76 делится на 19. Поэтому в данном случае это что такое? Это 33. Но по модулю 19 – это просто 14. То есть это просто некоторый остаток отделения на 19 тоже. Остатки всегда можно делить. Остатки по... Правильно? Если мы получим дробь, то тогда ее можно представить в виде остатка, да? Да, 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 да. Именно так. Что мы и сделаем. И получим противоречие с тем, что альфа не лежит в остатках. Так. Значит, все эти выражения разные. Тогда сколько их? П? По количеству? П квадрат. П квадрат. Два коэффициента, да. Так. Следующий шаг. Предположим, что это поле полностью исчерпывается такими выражениями, как в случае z от i делить на 3. Тут у нас вот мы взяли единицу и i. и они все выражались таким образом. Тогда в нем p квадрат элементов. А если нет, то что? Как четвертый? Нет, в кубе, в кубе. Следующий берем. Может, когда уже новые эти числа? Да, мы берем бета, который не принадлежит множеству k плюс l альфа. Не выражается ни каким способом, ни с какими остатками здесь и здесь вот в таком виде. Ну, вы узнаете линейный алгебр, да? Упражнение доказать, что тогда все вот такие выражения тоже различные. Где вот это, это и это остатки. То есть идея следующая. Как только вы нашли какой-то, который не такого вида, на самом деле, если теперь его домножать на любые остатки и складывать с любыми выражениями предыдущие, то это все различные. Это линейная алгебра, это базис. Я строю базис большого поля над полем маленьким, над z по p. Понятно? Ну и дальше, понятно, будет p в кубе, p в четвертый. В общем, так как p конечное, то в конце концов мы и завершим. У нас будет какой-то базис. 1, альфа, бета, и так далее, гамма. В этом базисе будет там, допустим, m чисел, да? И тогда количество элементов в поле p будет равно p в степени m. Итого мы доказали теорему. В любом конечном поле p в степени m элементов, где p простое число. И на самом деле... А m что такое? А? А m что такое? А вот m это неизвестно какое число, это просто какое-то натуральное число. И про него пока мы ничего не знаем. Давайте я сегодня... Это мы или наука? Что? Это мы или наука? Не, наука знает все. Значит, что знает наука? Сейчас я сформулирую. Просто сегодня мы уже не успеем получить это знание, наверное, до конца. Наука знает все. Для любого m больше нуля. Ну, короче, для любого натурального m, да? Ну, натуральное то ли включает ноль, то ли нет. По-разному говорят. Существует по сути единственное поле p такое, что в нем p в степени m элементов. И так для любого простого p. Даже для двойки. Повтори еще раз доказательство, почему количество элементов в поле p, но p в какой-то степени. Ну, я немножко его скомкал. То есть, я сделал следующее. Я утверждаю, что наше поле является линейным пространством над вот этим полем. А если линейное пространство, тогда его, все его элементы, это просто, значит, мы берем какой-то базис, да, как вот в линейной алгебре было, и сажаем сюда л1 плюс л2 на альфа, плюс л3 на бета, плюс так далее, плюс лм на гамма. И все такие выражения, абсолютно все такие выражения различные. Нет ни одного повтора, иначе бы это не был базис, иначе бы мы раньше как бы исчерпали уже. То есть, я вот так вот шаг за шагом удлиняю количество, я каждый раз увеличиваю количество взятых много элементов поля и спрашиваю, а все это уже элементы поля или нет? Вот если, например, на этом шаге были все, то в поле P в кубе элементов, потому что все такие выражения различные. Если нет, я еще один нахожу, который не имеет такой вид, на него нацепляю коэффициент отсюда, еще оттиражирую в P раз, знаешь, P в четвертый будет, ну и так далее. То есть, как бы в конце концов все исчерпается, потому что поле это конечно, мы не можем до бесконечности увеличивать количество таких комбинаций. Поэтому в какой-то момент все остановится, и в момент, когда остановится, мы видим, что у нас получается базис. Все эти абсолютно нуля до P минус один. Любое поле это по сути, когда N-мерное пространство разрезали на кубики с ребром P. Да, конечно, конечно, совершенно верно. Любое поле это кубик в N-мерном пространстве с ребром P. Ну, как бы, его можно так, любое поле можно вот так вот как бы туда вкачать, как бы вписать. Но вот это утверждение, на самом деле, вот оно, оно требует некой науки. Наверное, мы сегодня уже не успеем эту науку изучить. Хотя, давайте в эту сторону двигаться. То есть, вот это как бы, это такая, это наша такая цель, как бы, ну вот, те, кто будут заниматься большой математикой, они могут потом почитать в книгах продолжение моих лекций, то есть, как бы, взять уже любую книгу по алгебре и дочитать, почему же так, и в каком смысле единственное. Что значит единственное? Я взял, построил одно, построил другое. Что значит единственное? На самом деле, единственное означает, что между любыми двумя полями с таким количеством элементов существует взаимно-однозначное соответствие, которое обе операции сохраняют. Вот. Да, здесь различные, различные здесь вот эти остатки, все совершенно, как бы, независимо друг от друга, пробегают все множество остатков. То есть, да, это просто линейное пространство над полем остатков всегда. Так. Но для того, чтобы... Давайте двигаться в сторону него. Сколько успеем, столько пройдем, да? Будем двигаться в эту сторону. Итак, мы уже знаем, что ПВН элементы в конечном поле и видели это на примере Z от I по 3, что в нем было 9 элементов. Теперь я хочу перейти к очень крутому утверждению, к очень крутому утверждению про... Ну да, давайте про беном Ньютона, а потом про устройство группы единиц. Про беном Ньютона будет быстро. Про беном Ньютона будет быстро. Значит так. Про группу я оставляю, потому что мы потом будем использовать это для... Вот, это самое, для мультипликативной структуры, вот. Будет утверждение некоторое. Так, в общем, будем сейчас двигаться в сторону вот этого полного описания конечных полей. Наука все знает, да. И, собственно, наука ими постоянно занимается, решает в них уравнения, смотрит, сколько решений получается. Из этого делаются очень далеко идущие выводы для уравнений над обычными числами, то есть над чем вначале вот начинали над целыми решать. И вдруг выяснилось, что неоценимую информацию бесценную дает решение тех же уравнений над конечными полями. Поэтому и стали интересоваться этими конечными полями, ну и, собственно, вот, они стали в центре внимания, в общем, математики. Итак, итак, лема, которая так и называется, красивый беном Ньютона. Красивый беном. Значит, в нашем поле, в конечном поле, поле п, характеристики, п, маленькая, характеристика, я напомню, это, которая 1 плюс 1 плюс 1 и так далее плюс 1 равно нулю на каком-то месте. Богдан жалуется, что его кокнуло. Но можно пересмотреть еще раз потом, это же, вот, лекции записаны, и вы, они потом будут выложены на канал, я потом расскажу, где вообще все это смотреть. И будет, я сам очень такой, как бы, я долго всегда в дум, по 10 раз все перечитываю, это не они, не надо думать, что это значит, что что-то там с головой, все хорошо, просто нужно много раз это переосознать. Некоторые люди быстро схватывают и понимают, им кажется, что они поняли, а через 3 дня забывают, например, да, а другие, пока не поймут, они сидят и тупят, а потом как поняли, так поняли навсегда. Поэтому это как бы не нужно, это самое. Вот. Так, ну что, то есть не надо огорчаться. Бывает, меня, у меня очень много раскокало, это, собственно, жизнь математика стоит в том, что его кокает и кокает. Он идет по жизни, его постоянно кокает. И Андрей Михайлович, наверное, тоже непрерывно кокает. Сейчас, воссоединим единство с Андреем Михайловичем. Мистическое, мистическое единство. Так, ну вот, так вот, в конечном поле характеристики П для любых А, Б, А плюс, минус, Б в степени П, ну давайте, плюс, минус, это будет очевидное следствие, равно А в степени П, плюс Б в степени П, прям как вам хотелось в детстве. Ну что, доказательство, доказательство состоит в проверке того, что ЦСП по А делится на П для любого А от единицы до П минус 1. Ну, потому что бином Ньютона, это что такое? Это здесь сумма еще каких-то ЦСП по А, ой, по А, тут у меня уже было, и, нет, и это комплексное число, G, G это квадратный он, но это уже не важно. Так, сумма П, ЦСП по G, А в степени G, Б в степени П минус G, не правда ли? Так вот, вот эта вот сумма от единицы до П минус 1. Если я докажу, что все эти коэффициенты делятся на П, то каждый отдельный член вот этот слагаемый этой суммы может быть разбит на куски длины по П из одинаковых сумм, то есть на Нуни. А значит, это будет ноль. То есть каждый раз, когда что-то делится на П, если ты взял соответствующая кратная какого-то элемента, это ноль по понятным причинам. Вот. Поэтому это все сгорит и останется А в П плюс Б в П. Нужно только доказать вот это утверждение, что ЦСП по G делится на П. Но мы же знаем, что такое ЦСП по G, правда? П факториал делит на что? Ж факториал на П минус Ж факториал. Совершенно верно. А теперь делаем так. Смотрите. Это П. умножить на П минус 1 факториал делить на Ж факториал и на П минус Ж факториал. Или это П умножить на альфа делить на бета и на гамма. Ну, давайте просто на бета. Бета – это все, что внизу. И это целое число. Правильно? Оно целое. Ну, потому что это биномиальный коэффициент. Количество слагаемых, да? Это целое число. Вот. А раз оно целое, то П умножить на альфа делится на бета на целое, правда? Согласны? П умножить на альфа. Согласны, да? Делится на бета. Но П и бета взаимно просто. Потому что у бета нету. Нету никаких множителей П. Это факториалы до П минус первого. Включительно. Все вот эти вот члены, все эти С, С, П, П, Ж, где Ж от единицы до П минус один. Вот здесь нигде не появляется число П. Видите? Нет его. А значит, вот это число не имеет общих делителей с П. Но если так, то уже альфа должно делиться на П. Произведение двух чисел делится на бета. Ой, на бета. Произведение чисел П и альфа делится на бета. П взаимно просто с бета. Значит, альфа делится на бета. Да? Основная теорема альфметика. Но если альфа делится на бета, то все доказано. Потому что это целое число. А при умножении на П получается кратное П. П это простое? Простое, да. А, поэтому оно взаимно просто с бета. Да, 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 да. Оно простое, поэтому взаимно просто с предыдущими, со всеми, а значит и с их произведением. А поэтому на бета должно разделиться альфа. Но если оно разделится, то это будет целым, а при домножении на p получится кратное p. Вот и все. Такая красивая и простая лема. Итого, в конечном... Мы доказывали, что альфа... Что а плюс б в бета и равно а в бета плюс б в бета и в конечном то. А то есть, что уничтожится, ну... Все уничтожится. Все это равно нулю. А, то есть мы доказали, что они все будут кратные p? Да, 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 и все, поэтому ноль внутри. Все, что кратно p в конечном поле, это ноль. А это мы доказываем для любого поля? Для любого конечного поля характеристики p. Для любого вообще конечного поля у него есть характеристика. Так вот, для этой характеристики будет верна соответствующая формула. Не то, что для любого конечного поля и любого простого числа, это верно. А только для любого конечного поля и того простого числа, который является его характеристикой. У каждого конечного поля только одна характеристика. Вот. Можно ли сказать, когда и только тогда, нет, тогда и только тогда сказать нельзя, потому что здесь может посократиться все случайно. Это вот вопрос, можно ли тогда и только тогда. А, так это только для p, верно? Только для характеристики поля, да. Только для характеристики поля p. Это не факт. Нет, нет, конечно, никакого. Значит, еще раз, здесь как бы c, s, p, p, j. Ну, это сама отдельная, сама по себе идея, да. На самом деле, c, s, p, p, j всегда делится на p, кроме самых крайних вот этих, один и один. Вот. То есть в этом, в таблице этого Паскаля, да, треугольника Паскаля, на седьмой строке все будет на семь делиться, кроме самых крайних, один из двух. На тринадцатой строке на тринадцать делиться и так далее. Это один просто такой вот чисто числовой результат. Вот. Но я, пожалуй, его все-таки не буду подробнее, потому что он совершенно обычный, школьный, его можно доказать как бы. Вот. А вот из него следует, что вот такая формула классная. Все? Стираю? Да. Так. Следующий фокус-мокус. Следующий фокус-мокус уже такой, довольно хитрый. Значит, я хочу доказать, что как и в случае Z от I делить на 3, у нас в поле P, если я 0 выкину, и вот оставь... P, в смысле, это как для поля? А? Вот то число P, как оно называется для какого-то поля? Характеристика. Все, понятно. Характеристика конечного поля. Так вот, значит, если я P со звездой, да, все обратимые элементы поля. Вообще звезда всегда означает обратимые элементы, там, кольца, поля. Но в поле это просто все, кроме нуля. А в кольце это уж как получится. Так вот, если я их перечислю, альфа 1, альфа 2, так далее, альфа P в МТ минус 1. Это будут вот я, как бы, последние, ну, вот сколько в поле P в МТ элементов. Значит, кроме нуля P в МТ минус 1 будет элемента. Так вот, они все, на самом деле, перечисляются как 1, бета, бета квадрат, тогда ли, бета в степени P в МТ минус 1, двухэтажные экспоненты. Вот, вот эта теорема, крутая теорема, которую сейчас попробуем доказать. А что значит P поделить на 0? Где? А, нет, нет, вычел, вычел 0. Выкинул 0, выкинул из поля 0. Все элементы поля, кроме нуля. Множество всех элементов поля, кроме нуля. Вот альфа 1, альфа 2, это обратимые элементы все? Да, безусловно, потому что это поле. Но это более сильное утверждение, чем то, что они обратимые. То есть я... То есть повторите теорему, пожалуйста. Теорема. В любом конечном поле множество всех обратимых элементов, которые образуют группу по условию, что это поле, да, на самом деле является циклической группой. То есть порождается степенями одного и того же обратимого элемента бета. О, только здесь двойка, а не единица, вычитается. Понимаете, да, почему? Их должно быть ПВМТ минус 1. А так как начинали с нулевого, нулевой степени, да, вот это бета в нулевой. Нулевая, первая, вторая и так далее. И бета в степени ПВМТ минус 2. А вот следующая будет бета в степени ПВМТ минус 1, уже будет единицей. То есть утверждение, что вот эта штука, которая по условию, по аксиомам поля является группой по умножению, на самом деле является циклической группой по умножению. А так то есть в... Сейчас в поле остатков все числа как-то... Нет, в поле остатков тоже верно. Но здесь утверждение более сильное, чем про поле остатков. В любом конечном поле, это верно. Даже про поле остатков это не очень... В любом конечном поле вы хотите сказать, что все элементы обратимы? Нет, нет, нет. Это по условию поля. А я хочу сказать, что в любом конечном поле они перечисляются одним и тем же остатком. Эти обратимые элементы. Обратимые элементы все, да. Давайте доказывать. А почему у вас альфа потом... А почему у вас последняя альфа с индексом ПВМ... ПВ степени М минус 1? Потому что последний это ноль. Вот ноль я выкинул. У меня всего в поле pvm-то элементов. Но если ноль выкинуть, останется pvm-то минус один элемент. Тут же не все могут быть обратимые элементы. Нет, нет, нет. По условию поля. Все элементы поля обратимы. Все, кроме нуля, все, кроме нуля, элементы поля обратимы. И это вот то, что здесь написано, это не утверждение. Это я просто их перечислил. Так вот, утверждение теоремы в том, что это то же самое, что степени некоторого конкретного бета. То есть на самом деле существует такой бета, который по умножению эту группу порождает. Давайте уже доказывать. Давайте. Так, значит, итак, доказательства. Сейчас будет несколько сложных шагов. Каждый из них будет довольно сложный. Значит, первый шаг такой. Для любого элемента, вот для любого такого альфа, неравного нулю из поля p, определен вот этот вот порядок. Определен. Давайте назовем его орд альфа. Орд альфа, то есть это такое, значит, число, да? Может, s альфа его еще обозначить, чтобы, ну, как бы, вот орд альфа это долго, но зато указывает на то, что это порядок. Такое число, большее нуля, натуральное число, такое, что 1 альфа, альфа квадрат, и так далее, альфа в степени s, вот это вот альфа минус 1, разные все, а вот уже альфа в степени s, альфа, оно равно 1. И это просто, ну, вот это вот то свойство, которое для групп мы доказывали, сокращаем. То есть у любого, это первое замечание просто, что у любого ненулевого элемента есть какой-то порядок. Он совершенно не обязательно равен тому, что мы здесь хотим, да? Он просто какой-то. Но вот утверждение номер 1, оно вообще про любую группу. Для любой группы и для любого элемента из нее. Вот этот порядок, который там выведен, делит количество элементов группы. Это первое, что надо понимать. То есть все порядки делят количество элементов группы. Давайте так. Это написано во всех поголовных книгах по алгебре. Я лишь намекну, почему это так быстренько. Вот смотрите. Это что-то похожее на наши базисы и линейные пространства, но в другом смысле. Вот я перечислил все кратные, все степени g. Следующую уже не надо брать, она уже e. Так? Значит, если эти степени перечислили все элементы группы, ну, значит, нам повезло, эта группа была циклической, тогда утверждение, значит, утверждение, что s альфа делит p в mt минус 1 в этом случае, да, я, собственно, утверждение состоит в том, что все порядки делят вот это вот p в mt минус 1. Это утверждение о том, что любой порядок делит порядок группы. Но если это все элементы, то уже понятно, что просто совпадает с ним. Если нет, что мы делаем? Мы берем элемент h и домножаем его на g. На g. На g квадрат. на g в k минус 1. Я утверждаю, что этот ряд состоит из абсолютно разных элементов группы, да еще полностью не пересекающихся с предыдущим рядом. И вот это пусть будет упражнение. То есть, что в нем столько же. То есть, я домножил какой-то элемент группы на все элементы вот этого вот, на все степени g. Утверждаю, что они все тоже будут разные. И этот, этот, вот, этот кортеж из k элементов группы будет не пересекаться с предыдущим. Понятно ли утверждение? h не равен g. Да, h не только не равен g. h не равен g ни в какой степени. То есть, h это новый. Вот если h, да, вот, если h не равно g в какой-то степени x, то, то вот эти все, все разные и не пересекающиеся с, ну, короче, не пересекающиеся с вот этим рядом. h не должно быть взаимно просто g. Не, 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 это произвольная группа, тут вообще нет, как бы, это просто группа какая-то. Как это применяется здесь, это отдельный вопрос. Но нет, здесь, как бы, здесь сам h, может быть, совершенно каким угодно. Главное, чтобы он не был степень g. g. Ну, тут суть в том, что в группе можно всегда сокращать. То есть, доказательство этого упражнения это аккуратное сокращение. Если что-то чему-то оказалось равно, то вы сократите, и там, короче, будет что-то неправильное. Что-то, что предположено, что не имеет места. Теперь вопрос, если это все элементы группы, то опять их ровно вдвое больше, чем степеней g. Понимаете, да, что происходит? Если я исчерпал таким образом все элементы группы, то просто у меня вдвое больше их. И это, значит, утверждение про делимость есть. А если не все, то что дальше? Потом еще раз так делаем. Да, тогда берем тот, который не попал. Я не знаю, назовем его v. С ним проделываем ту же операцию. Ну да, в общем, я не буду до конца, до деталей, но понятно, что возникнет такая матрица, и в каждой строке будет одно и то же количество элементов, строки будут не пересекаться, а значит, всего элементов должно быть число кратное k. Ну а всего это все элементы группы есть. Вот. Так. Хорошо? Упражнение вывести из этого малую теорему фирма еще одним способом. Вот из этого утверждения вывести малую теорему фирма. А мы продолжаем. Итак, все порядки кратные pvm-1. Все. Все. В конечном поле из pvm-3 элементов все порядки кратные pvm-1. Я хочу каждый из них разложить на множители. Я хочу разложить pvm-1 на множители. Давайте это будет q1 в степени t1, q2 в степени t2, qw в степени t, w. Так. Хорошо? Договорились? Угу. Так вот. Утверждение номер два для любого i от единицы до w для любой этой группы И существует элемент поля альфа из П, ну, не нулевой, естественно, такой, что его порядок раскладывается на множители вот так. Ку-и в степени Т-и умножить на… мне нужны какие-нибудь еще буквы, на Z. Так, сейчас важно понять, ясно ли утверждение. Ага. Что, катарсис или нет? Еще нет, не должен быть. Кокнул? Уже кокнул, но еще не катарсис. Так. Так. А что такое микрофон? Да, значит, еще раз. Еще раз. Кокнулатарсис. О, кокнулатарсис. Значит, повторяю. Пусть порядок группы обратимых, то есть всех, кроме нуля, группа по умножению, группа поля по умножению раскладывается вот так на множители. Это ПВМТ-1, потому что 0-то мы выкинули, да, во всем поле ПВМТ элементов, а обратимых ПВМТ-1. Давайте его разложим на множители. Ну, у него существует какое-то разложение, единственное по основной теории аритметики, на множители. Так вот, утверждается, что для любой такой группы, вот входящей в разложение, существует элемент, у которого порядок делится на максимальную степень, которая только есть, вот этого куба. Для любого И существует такой. То есть можно найти такой элемент, что он будет, значит, его порядок, он такой сильный, сильно кратный КУИ, а именно делится на КУИ в степени ТИ. Так, вот следующее доказательство точно будет катарсисное, даже если я ничего кроме него не успею. Нет, успею. Итак, сейчас я буду это доказывать. Внимание, максимальное напряжение головного мозга запрашиваю, реквестирую у всех. Максимальное напряжение головного мозга. Сейчас будет доказательство этого утверждения. Пусть нет. Ну, например, 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 для вот этой группы КУИ в степени ТИ1. Ну, согласитесь, что неважно для какой группы, если для какой-то нет, я могу ее сюда поставить, перетасовав их, да? Ну да, индекс поменять. А? Ну да, индекс поменять. Ну, индекс совершенно не важен, да. То есть пусть вот, например, вот для такой, его нет. Тогда, смотрите, тогда порядок любого элемента в П со звездой, то есть любого элемента, ну вот, не нулевого элемента поля, как раскладывается на множители КУИ в степени ТИ1 минус, ну, как бы, ну, минус эпсилон, положительное, да, меньше, чем ТИ1, здесь степень, и умножить на какой-то вот, какой-то Z, но при этом Z делит вот это, потому что порядок элемента делит порядок группы вот этой. Это по вот этой леме. Z делит вот это, а это делит КУИ в степени ТИ1 минус 1, согласны? Потому что ни у кого нет порядка КУИ в степени ТИ1, ну, вот, в разложении. Согласна. Значит, порядок делит что? Делит П в МТ минус 1 делить на КУИ. Да-да. Отлично. Итак, любой элемент нашего поля, якобы, якобы, имеет порядок, делящий вот это число. Но, внимание, в любой группе G в С ты равно Е тогда и только тогда, когда С делится на порядок G, на К. А значит, С, извините, альфа, в степени П в МТ минус 1 делить на КУ 1 равно единице для любого альфа из П со звездой. Смотрите. Порядок – это тот момент, когда альфа зацикливается на единицу. Угу. И раз вот это число делится на порядок, то когда я прошел вот столько раз, я прошел целое число этих циклов. То есть я вернулся в единицу. Согласны? Горично. А тогда уравнение Х в степени П в МТ минус 1 делить на КУ 1 минус 1 равно 0 имеет П в МТ минус 1 корней. Что категорически противоречит свойствам многочленов с коэффициентами в полях? Блестящий ход. Понятно, да? Хорошо. Совершенно офигенно. На мой взгляд, это просто одно из самых красивых, что есть в дискретной математике. Это вот эта вот лема. То есть для любого вот этого, для любой этой группы найдется обязательно такой, порядок которого всю группу целиком содержит в качестве делителя. Так? Давайте. У альфа 1 будет порядок равен КУ 1 в степени Т1 на З1. У альфа 2 будет порядок КУ 2 в степени Т2 на З2. И так далее. У альфа какого там последнего? В, да? В, окажется, порядок, равный КУ 2 в степени Т2 на З2. Скажите, пожалуйста, а как это порядок? Порядок это вот через какое-то количество раз он станет единицей, когда я его в степени возвожу. Вот сколько? Сколько раз впервые? А конечно, никогда не станет единицей. Не-не-не, это же конечное, все конечное. Повториться это в конце концов обязательно. Это вот то, что мы проводили рассуждение. Из-за конечности. Вот. В конечных группах не бывает бесконечных порядков. Потому что... А почему имеет P в степени М минус один корень? Потому что ровно столько вообще элементов в поле, а для любого, ну, кроме нуля, для любого, вот эта штука делится на порядок, а значит для любого выполнено это соотношение. А, ой, почему? Поэтому любое является корнем. И печалька, потому что это уравнение степени гораздо меньше. Вот. Почему оно имеет P в степени М минус один корень, вот это уравнение? Что? Почему это уравнение имеет корень, корней, количество корней, вот это число, P в степени М минус один? Потому что любое, любое число в поле, кроме нуля, является его корнем. А это потому что порядок делит это число. Почему любое число в поле? В смысле, это число делит ног ордов, да? Ну, все. Вот, у любого, у любого элемента поля порядок вот так вот представлен, но это делит вот это число. Если бы не было такого, у которого бы выделялась полная группа, если бы не было, то все бы выделяли только группу, ну, вот Q в степени какое-то меньшее число, но тогда каждый из них... Ну, а что вот это за число? Что такое P в М, T минус один делить на Q в один? Это Q в степени T один минус один, а дальше все остальные группы сохранились как есть. Вот. И если бы все, если бы ни одного такого не было для вот этого первой группы, то все порядки делили бы вот это число. Порядок-то делит, порядок элемента делит порядок группой, то есть вот это число. Но если еще я знаю, что степень при Q один везде стоит меньше, чем T один, то тогда будет делить и вот такое на единицу меньшей степени здесь. Это просто конечная, ну, это самая арифметика целых чисел. Но тогда они все делят вот это. Тогда они все являются королемами этого уравнения, а вот это уже запрещено в полях и конкретно в полях. Именно в полях этого не может быть. В произвольных группах это все может быть. Так. Идем дальше. Идем. Идем. Я хочу убить вот эти Z. Вот они загрязняют мне жизнь. Мне нужно теперь найти элементы вот этих порядков, прямо вот этих вот. Именно порядков Q1 в степени T1, Q2 в степени T2 и так далее. Q омега в степени, ой, QW в степени T, WB. Мне мешают порядки. Кто догадается, как сделать это? Ну-ка, кто догадается? Мне нужно здесь вместо альфа-1 и так далее, альфа, значит, W, новые элементы поля создать, у которых порядки в точности. А если мы возьмем альфа в степени Z в степени I? Кто сказал? Я. Я, бывают разные. Миша Сватеев. А, Миша, ой, а почему у тебя голос такой сквозь экран? Странный, ничего себе. Миша абсолютно прав. Именно так и надо. Значит, нужно взять теперь элементы гамма-1, гамма-2 и так далее, гамма-омега, которые равны альфа-1 в степени Z1, альфа-2 в степени Z2, альфа-W в степени ZW. Вот, ну и очень простое уже, очень простое упражнение, что у них порядки уже всех ровно какие надо. То есть орд гамма-и будет равно в точности QI в степени Ti. Ну, это, собственно, понятно, да, что мы сделали. Мы как бы круг разделили на несколько частей и взяли соответствующий элемент. Вот он бегал тут, вот альфа-2 альфа в степени Z1 пробежали, ну и, соответственно, ровно вот Q1 в степени T1 раз будет дальше бежать до единицы. Поэтому мы нашли в поле вот такие элементы. А вот теперь упражнение трудное. Но я не буду сейчас его доказывать, я вам его дам. Оно трудное. Если орд G взаимно прост с орд H в любой абелевой группе, ну, кто дополнит? То орд G умножить на H... Орд произведения в произведении ордов. Да! Равен орд G умножить на орд H. Это неверно при невзаимно простых порядках. Неверно. Это верно только для... Ну, то есть гарантированно верно только для взаимно простых порядков. Для остальных не гарантированно. Но для взаимно простых уже все именно так обстоит. И когда вы это упражнение решите, все станет ясно, потому что орд вот этого элемента по индукции будет равен в точности P в МТ минус 1. А значит, все его степени будут различны. Но если различны, значит, они полностью исчерпывают поле. Кокнуло? Да нет, нормально. Нормально. Тогда! Тогда вывод! Следующий вывод! Следующий вывод. Стираю все, чтобы не осталось следов улик страшного преступления изнасилования головного мозга. Группового причем. Групповое изнасилование головного мозга наблюдается сейчас. Вот. Значит, чтобы исключить это, улики, мы сейчас это сотрем. Итак, все доказано, все в любом поле. В любом конечном поле. Обязательно. Группа по умножению. Циклическая. Один и тот же элемент порождает все путем возведения в степени. Но из этого следует аналог. Из этого следует аналог. Утверждение. Из этого следует аналог. Так, сколько времени? 47. Значит, смотрите. Что из этого следует? Что х. А, это, кстати, еще и раньше следует. Я гораздо больше доказал. Вот это уже раньше мы знали. А, вот это уравнение имеет корнями все числа поля. Мне почему-то казалось, что мне вот это вот очень красивое, нужное утверждение будет для этого. Но нет, на самом деле оно нет. Это просто отдельный очень крутой факт, что любая, значит, мультикоративная группа поля циклична. Вот, а это уже следует из того, что все порядки делят вот это число. Так, а что тогда? Сколько у нас элементов в поле, кроме нуля? П в степени минус 1. Да. А если еще 0 взять и давно же здесь на х, то получаем следствие, что в любом конечном поле п верно следующее. х в степени п в м, то и минус х. Сейчас, у вас же, кажется, терема Виета верна в поле, то есть произведение всех элементов поля, кроме нуля, это минус 1. Так? Ну, тем самым да, тем самым да. Да, как следствие, совершенно верно. Вот, ну и, собственно, вот это вот разложение тоже, да, в любом поле, по всем альфа и сп. То есть, в каком-то смысле, поле, да, конечное поле, конечное поле, это просто множество как бы всех мыслимых и воображаемых решений вот такого уравнения. Конечное поле, то есть, вы как бы открыли сущность конечного поля. Что это такое? Это множество всех выдуманных нами элементов, таких, что альфа в степени п в м, то и равно альфа. Множество всех вообще. Ну и, в частности, смотрите, что можно сделать. Вот, допустим, у нас есть поле, да, поле, которое имеет степень p в степени m. А, допустим, какое-то n делит m. Вот, смотрите, если n делит m, то, что мы можем сказать? Тогда p в степени m минус 1 делится на p в степени n минус 1. Так? Ну, потому что, если n делит m, то мы просто m умножить на что-то, да, и раскладываем на скобки. Будет p в степени m минус 1 равно p в степени n минус 1 умножить на p в степени n там на, сколько там получается, на m минус 1, да, плюс p в степени n на m минус 2 и так далее. Ну, такая обычная формула. Плюс p в n и плюс 1. Вот. На самом деле, тогда и только тогда даже можно доказать в качестве упражнения. Вот. А теперь это происходит только в том случае, когда, смотрите, в башне уже степеней, когда x в степени p в n минус 1 минус 1 делится на x в степени p в n минус 1 минус 1. А как? Следите за экспонентами. А? Прикольно, да? По тем же причинам. Вот. Или что тоже... А? Ну, да, да, понятно. Вот. И там много таких наплодить можно будет, да? Да, но на самом деле мне достаточно двух этажей. То есть x в степени p в степени m минус x делится на x в степени p в степени n минус x. Так? А теперь смотрите, x в степени p в степени m минус x это произведение по всем, по всем элементам поля. И с другой стороны верно, что x в степени p в степени m минус x равно x в степени p в степени n минус x умножить на какой-то g от x, правильно? Из вот этого свойства делимости. А значит, на самом деле, вот эта вот штука, эта штука, да? Эта штука. Она есть произведение некоторого количества этих, причем в точности, в количестве p вентой. Почему не может быть меньше? Почему у этого многочлена... У нее есть степень, по степени n. Да. Больше не может быть. А почему не может быть меньше? Подсказка. Тогда больше, чем надо будет у этого. У них сумма степеней равна вот этой. У вот этого ровно столько корней. Значит, если у этого будет слишком мало корней, то у этого слишком много корней. Произведение двух многочленов, если равно какому-то, который разложен в полностью линейные множители, то каждый из них тоже раскладывается в линейные множители. Значит, у этого ровно p вентой корней. Так вот, я утверждаю, что поле из p вентой элементов является просто множеством всех а, которые являются корнями этого многочлена. То есть вот таких. Внутри p. То есть у меня вот, у меня будет такая башня полей, очень красивая. Если наше поле имеет p вентой элементов и n делит число m, то на самом деле ровно p вентой элементов будут удовлетворять вот этому многочлену. Потому что это полностью раскладывается линейные множители. Так вот, я утверждаю, что они образуют поле как раз в порядке p вентой. То есть, если у тебя... Вот я утверждаю, что сумма, разность произведения и отношения двух чисел поля, двух элементов поля, удовлетворяющих вот этому соотношению, тоже ему удовлетворяет. И это напрямую связано с вот этим самым странным биномом Ньютона, который нужно проэтерировать столько, сколько надо раз. Есть теперь еще раз возвести в p вентую. Тут тоже в p вентую квадрат возведется и так далее. То есть, а в степени... После итерации а плюс б плюс минус б в степени p вентой будет равно а в степени p вентой плюс минус b в степени p вентой просто по индукции. А значит, сумма, сумма, разность отношения и произведения двух элементов, удовлетворяющих этому уравнению, тоже удовлетворяет этому уравнению, а значит является полем. То есть, как бы на самом деле, если есть большое поле, то поле, конечное поле из p вентой элементов, где n делит порядок этого большого, просто на самом деле это множество решений этого уравнения, и все. Ну и осталось только вот то, что мы не успели реально, это прям доказать, да, что всегда для любого m существует такое поле. Это делается через неприводимые многочлены. Гаусс доказал великую теорему о том, что для любого m, вообще любого m больше равно единицы, m из z, существует f от x над вот этим вот полем остатков просто обычным, неприводимый, то есть простой, простой, из степени m. Ну а есть общий прием, как строится поле с помощью неприводимого многочлена. На это мы уже не успеем. Так, ну, да, немножко, наверное, к концу кокнуло, но так и должно быть. Да, не, не, нормально. Значит, лично у меня катарсис наступит, ну, не знаю, через дней 5, наверное, когда я все-таки... Когда еще будет выложено, да, все? Да. Да. Так, друзья мои, значит, что я могу сказать? Что я могу сказать? Это все будет на канале со временем, правда? Со временем будут все 4 лекции этого мини-курса, а канал называется так... YouTube.com MatKult.Привет! На который я приглашаю всех, кто его еще не знает, на него еще не подписан. Дальше. Есть 100 уроков математики на сайте... Ну, там, в общем, найдете. Ну, например, на Savateyev.xyz есть ссылка. И скоро будет ссылка на правильную версию. Дело в том, что первые 20 уроков вот-вот будут записаны уже в очень хорошем качестве и с упражнениями. И, собственно, первые 19 уже есть, там осталось чуть-чуть упражнений сделать. И это некий президентский грант, который получила контора «Дети и наука». Вот такая организация «Дети и наука». Значит, они занимаются оформлением этих 100 уроков в математике. Я всех приглашаю. Вот они вот выставляют в качестве... Сейчас вот эти уроки вышли. Скоро 20-й выйдет. Потом они доделают первые 10. И будет первые 20 уроков. В общем, мы постепенно, год за годом их эти уроки выкладываем. Значит, там для вас, ну, наверное, полезнее ближе к концу будет. Ближе к концу есть на Savateyev.xyz и через несколько лет. Но эти тоже можете посмотреть. Там вокруг основной теоремы арифметики. Если вдруг кому что-то повторить, но, наверное, на школе Рогородского будут эти уроки скорее простые. Ну, а здесь очень много всяких материалов. Так, что у нас еще есть? Вконтакте есть паблик. В основном ведут ребята. У нас команда волонтеров. В основном они ведут. Но иногда я сам заглядываю туда. В инстаграме есть тоже там один парень ведет. Я ему скидываю. Так, Алексей. Олег. Не. Алексей, по-моему, Savateyev. Кажется, вот так. Ну, в общем, найдете Savateyev в инстаграм, я думаю, найдете. Вот. Ну и собственно, хочу пожелать всем плодотворного года. Все-таки, чтобы поучиться можно было и в реале, я не только дома сидя на диване, да? И вопросы? Пару вопросов. Вот вопрос. Вот к этим урокам, которые вы сейчас скинули, там можно будет задачи сдать или только теория там будет? Да, там будут задачи и вот для 19 уроков они уже есть. Ну хорошо, а их рассказывать кому-то можно или только для себя решать? Можно решить, сдать, и ты увидишь, правильно или нет. А, я понял. То есть там на сайте есть движок, который ребята тоже сделали. в котором можно... Нет, то есть кто-то их будет проверять или это будет самопроверка? Нет, там автоматически, там это все-таки тесты. То есть как бы людей, которые будут физически проверять, нету. Есть тесты, которые будут, вот система будет отвечать. Иногда, кстати, она ошибается, там уже несколько ошибок мы выловили. Так что не всегда верите системе, верьте себе. Проходите тест, написано неверно, а на самом деле было верно. Пару раз такое уже было. Но в принципе мы стараемся тут же зачищать это, когда такие баги происходят. Вот, то есть ответ можно проверить. Там вот сдвинули туда, сдвинули сюда, перевернули, что получилось. И дальше несколько вариантов ответа. Да, реклама, реклама Саватеева в интернете идет страшная. Страшная, как это сказать, беспардонная и агрессивная реклама математики. Да, ну, к концу, да, последняя лекция была реально сложной. Пытайтесь, да, какие книги? Значит, есть книга Арлен Дроузен «Классическое введение в современной теории чисел». Это материал седьмой главы в ней. До этого надо прочесть шесть. Мы справимся. А? Мы справимся. Да, да. Была бы книга. Арлен Дроузен «Классическое введение в современной теории чисел». Ну, я думаю, что в интернете валяется наверняка. Первые шесть главы не его сейчас. А? Наш курс стартовал с седьмой главы, если вы хотите сказать? Ну, он как бы предыдущий подбирал по мере надобности. А. То есть, там, результаты из предыдущих... Можно сразу начинать седьмую и залезать в предыдущие тогда, когда нужно что-то пояснить или уточнить. А можно и сначала почитать? Она очень... В принципе, она нормальная. Сколько там глав? Что? А сколько там глав? Всего девять... Восемнадцать, по-моему, восемнадцать, да. Всего восемнадцать, но там в конце металл, я уже сам ничего не понимаю. О, прикольно. Вот. Ну, я всю жизнь пытаюсь читать там упражнения. Вот в этом летом я сделал все упражнения к первым шести главам. И пяти, и шестую сейчас. В общем, я там, я с ней работаю плотненько. Также я люблю книгу алгебра Ленга. Ленг, алгебра. Есть вводная Кострикин, введение в алгебру. Есть... Что еще? По теории чисел есть Виноградов, основа теории чисел. Такая совсем начальная книга. Ну, в принципе, да, вот, пожалуй, да, вот, да, а, ну, коммутативная алгебра Зарийский Самуэль, но это чуть позже будете читать в УЗИ. Двухтомник. Вот. Ну что, вопросов больше нет? Вроде нет. Я нашел оглавление этой книги. Уже страшно. Но там очень красиво все. Они хорошо пишут, они пишут понятнее, чем многие другие книги, так что... А это в институте изучать будет? Будет то, что написано в этой книге? Да, 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 безусловно, безусловно. И, значит, если вы на, этот сам, на Фистех, в Прокладную математику Крагородскому или на Матфак Вышке или на Мехмат, это все будет обязательно. И в Питерской, в Питерской Чебышевской тоже будет. Спасибо за лекцию. Все, до свидания. Спасибо, друзья. Всем пока, всем до встречи в реале, надеюсь, все-таки уже. Три словно на лекции было понятно и интересно. Всем пока. До свидания. До свидания. до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok